Маршрут 33-77-121. Это полсотни автобусов, которых с марта собираются убрать с улиц города. На их место должен прийти новый перевозчик, но что любопытно, сколько в его автопарке машин, неизвестно. Эту базу нарабатывали годами. В штате медики-механики-слесарей процесс максимально отлажен, где каждый занимается своим делом, рассказывают и показывают водители. Да и о каком самостоятельном ремонте автобусов можно говорить, когда рабочий день шофера начинается в 4 утра. Думать нужно о безопасности пассажиров. Слесаря, приезжаешь вечером, поставил, тебе отремонтировали машину, не ковыряешься до ночи, а потом через 2 часа тебе на маршрут. Все это же влияет на перевозку пассажиров. 10 лет на дорогах Барнаула ни одного суда с пассажирами как будто не имеют значения, удивляются рабочие. И отмечают, несмотря на непростую работу, штат за столько лет почти не меняется. Предприятие крупное, 51 автобус и развивающийся. В этом году компания планировала обновить состав наполовину. Но конкурс на то, кто будет обслуживать три маршрута, а 77, 121 и 33, в этот раз владелец Агазтранс проиграл. С 26 марта на линию выйдет другой перевозчик. Эта странная новость была воспринята, я бы сказал, с большим удивлением, потому что мы являемся на сегодняшний день в авангарде барнаульских перевозчиков. Все необходимые специалисты и производственная база у нас полностью соответствуют всем необходимым нормам. Выиграть конкурс перевозчиков помешала якобы неоплаченная пеня в 26 копеек. Она и стала камнем преткновения. И победа досталась Транслайн у компании с регистрацией в Повалихе и штатам всего в 4 человека. Перевозчик, который как бы выходит сюда на рынок, мы даже его не знаем. Вот чем вопрос. Где они будут, как работают и по каким параметрам. Если в предыдущие годы как бы смотрели базы, смотрели личный состав, кто обслуживает, механики, медики, в этом году это ничего не было. Смотреть так тщательно выяснилось, теперь и не нужно. Юриста-гастранца с удивлением обнаружила. В положении о конкурсе администрация города внесла изменения. Говорит, можно смотреть, а можно и не смотреть, сколько машин и какая база у компании. Достаточно заключить договор. Подобная история в Барнауле произошла в декабре. Тогда право осуществлять перевозки по маршрутам 1858 и другим лишилась ИП Еньшина. А выиграл конкурс новый перевозчик с никому тогда неизвестным названием «Командирская». ФАС предписала городскому комитету по дорожному хозяйству аннулировать результаты конкурса в декабре. Вместо этого власти города направили протест в арбитраж и провели новый конкурс, где на этот раз проиграл другой старейший перевозчик Агаз-Транс. По данному положению, если оно не изменится, мы надеемся, что оно изменится, все-таки будут более прозрачные, четкие и ясные условия для перевозчиков, для участия в открытом конкурсе. Но если читать буквально, то тогда мы должны поучаствовать в 10 конкурсах, понять, как администрация читает и понимает данное положение, для того, чтобы предугадать вообще все варианты. Еще один любопытный момент. Конкурс власти города провести, видимо, явно торопились. Объявление о старте появилось на официальном сайте города в 8 утра, о чем никто не сообщил, говорит юрист. А уже в обед начали принимать решения. Всего за один день комиссия изучила и одобрила почти 300 страниц документов нового перевозчика из Поспелихи, машин которого, к слову, еще никто не видел. Проигравшая сторона намерена обращаться в суд. В принципе, конкурс вообще не нужен, я так считаю. Если вот для тех предприятий, которые уже работают, если он работает, если предприятие, нафига не облегает кого. Если предприятие нарушает, тогда или оно все ликвидилось, или по решению суда, или банкрот, или мало чего, тогда конкурс объявляет на эту дружбу. Какое решение примет антимонопольная комиссия, станет известно завтра. Сегодняшнее заседание закрыли от глаз журналистов, ссылаясь на коммерческую тайну. Продолжение следует. Анастасия Драган, Николай Шелком. Наши новости.